друзья привет всем сегодняшняя наша тема апсайклинг или как подарить вещам вторую жизнь так называется вторая номинация нашего конкурса познаем мир с фиксиками который мы проводим совместно с проектом МТС поколение М сейчас мы вам все объясним конечно на слове апсайклинг язык можно сломать поэтому сначала тренируемся апсайклинг 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 да та еще скороговорочка но зато это слово означает очень полезное дело использовать старые или надоевшие вещи по-новому или найти им необычное применение допустим надоел мне мой старый рабочий халат да надоел так сильно что видеть его больше не могу и что выбрасывать но уж нет можно просто его украсить аппликацией посмотрите а как красиво получилось и взгляд совсем не устает или к примеру вы испачкали одежда не стоит расстраиваться можно просто на это взглянуть с другой стороны вы же специально да ну да ты что тебе из одно пятно попадет а ты еще рисуешь не попадет мама сказала рисуй в этой рубашке ее можно портить тогда зачем мы ее чистили и и вот сюда пятнышко и туда и здесь и еще здесь прелесть так же туда и и сюда еще вау прямо как салют есть это стиль рисования называется абстракционизм когда много линий пятен и каждый видит в них что хочет дим димыч что это за разгром а это что это такой стиль абстракционизм в этом что то есть ты знаешь мне нравится а тебе мне тоже друзья как вам мой апсайклинг с абстракционизмом хорош кстати апсайклинг касается не только одежды когда вы красите шкаф или превращаете бутылку в необычную настольную лампу или сажаете семена в баночку из-под йогурта все это тоже называется апсайклинг ведь вы дарите использованным вещам вторую жизнь ну и самое важное наш конкурс познаем мир с фиксиками во первых сделайте новую вещь из старой и придумайте ей применение во-вторых сфотографируйте как вы это используете и отправляйте к нам на сайт проекта мтс поколения . мтс . ру мы с фиксиками очень ждем делайте добрые дела участвуйте в конкурсе и возможно именно вы приедете на встречу с вашим любимым героем всем пока ты дышь